есть есть контакт ну что дорогие мои вчера у меня не получилось выйти в прямой эфир вы знаете есть такая поговорка лучше поздно чем никогда поэтому я лучше сегодня всех католиков кто празднует сегодня пасху с пасхой такой святой классный праздник у нас шикарная погода у меня есть 30 минут я знаю что прямые эфиры здесь можно в инстаграме до около часа но у меня нет столько времени я сейчас хочу сделать эту композицию с какой целью до чтобы сохранить эфир и перебросить себе на youtube поэтому я сегодня не отвечаю на какие вопросы если вдруг они у вас есть если какие-то прям срочные можете в директ написать обязательно отвечу просто малышка пока спит делаю композицию сегодня делаю композицию для своей свекрови в обед едем на ужин а на пасхальный поздравлять нужно еще испечь тортик морковный вот поэтому быстро быстро делаю и также чтобы еще малышка мне дала да малышка дала мне это все доделать прекрасно в общем ребята у меня будет такая композиция композиция будет в корзине традиционная пасхальная композиция я не знаю насколько она приживется в у нас в россии но я думаю что все будет нормально и она будет с декоративными элементами с веточками с весенними цветами то есть будет очень красиво я ее буду делать с орхидеями потому что здесь в европе очень любят орхидеи то есть получается цветочки они весенние они не очень долговечные они потом умрут через какое-то время но это максимум один два дня этим весенним цветочком жить к сожалению потом они умрут а вот орхидеи остаются и вот здесь в европе в швейцарии в италии ну и вообще я знаю что у меня есть подружки других странах очень часто дарят орхидеи потому что орхидеи стоят очень долго у меня орхидейка одна стоит четыре месяца представляете поэтому это все умрет останется корзина для сада и останется орхидея это будет как бы как подарок я не знаю что-то у меня со светом да что-то со светом не яркий свет в общем она не буду настраивать этот цвет времени нет как получится как говорится 1 блин кома поэтому поехали значит в одной стороне у нас будут орхидеи в одной другой стороне у нас будут ветки и здесь у нас будет как бы вот такая должна быть расстояние без ничего то есть какие-то маленькие цветочки либо что-то посмотрим либо листики может быть я насобирала веточки либо в парке мы с лизой их почекали аккуратно чтобы никто не видел здесь швейцария за это чиканье в парке огромные штрафы так что мы с ней быстро-быстро и убегаем вот такая я мамаша конечно учу своего ребенка не тому чему надо иногда просто если бы это продавалось мы бы купили а так как это не продается но мне очень нужно приходится прибегать вот к таким варварским все веточки мы уберем то есть вот так композицию нужно всегда просматривать со всех сторон и желательно отходить но сейчас у меня отходить время нет и некуда лицевая часть это та которая у меня вот эта лицевая часть я как бы планировал чтобы орхидейка была поближе а это здесь у меня получается будет тыльная вот здесь с этой стороны мы тоже какие-нибудь возьмем высокие цветочки у меня для этих целей есть форзиции форзиции здесь тоже ассоциируется с пасхой сейчас сезон форзиции они уже как доцветают но кое-что еще осталось и я тут нарезала немножечко тут есть какие-то цветочки уже не ликвид но потом просто я их уберу сейчас тоже знаете вот они даже когда засов засохшем состоянии они тоже очень красиво смотрятся поэтому ничего страшного вообще в этой жизни нет ничего страшного да я надеюсь ребят есть звук звук есть звук есть или я здесь сама-собо разговариваю ребят звук есть дяд звук есть звук есть ну ладно в общем я надеюсь что есть фух то есть в композиции как должно быть должна быть одна линия поменьше и одна линия побольше вот у нас линия побольше это будет линия с орхидеями с форзициями это будет линия побольше и обязательно перед тем как мы ставим к что-либо в оазис вот в эту губку до которая зелененькая для цветов мы обязательно подрезаем цветочки всегда то есть вот так вообще традиционный у меня меня уже не видно да здесь из композиции вообще традиционный свет на цвет на пасху здесь европе считается желтый вот поэтому мы и взяли форзиция желтый но тюльпанчик я взяла желтый оранжевый потому что мы свекров любит этот цвет очень и вообще не нравится белый 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 цвет белые орхидеи белый ранунку леса но так как когда какие-то дни рождения мы ей дарим вот эти цвета но так как сегодня тематический праздник то мы подарим ей вот эту композицию в оранжево-желтых тонах так я не знаю как бы вам у меня здесь все заставлено у меня здесь внизу все заставлено не пройти как бы так чтобы вам было видно в общем вот в эти заросли 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 вот этой липы мы сейчас должны поставить тюльпаны одной стороны с другой стороны потому что композиция у нас будет двусторонняя я знаю куда она ее поставит у нее есть система таких диванов и посередине стеклянный стол и эта композиция будет стоять именно там и чтобы ее просматривали сидящие за этими диванами со всех сторон мы должны также распределить цветы чтобы не было одному цветочки а другому просто листики так необычно знаете когда ты делаешь композицию не в прямом эфире а делаешь композицию просто вот для youtube да ты можешь отойти подумать так цветочки ставить не так цветочки ставить а здесь конечно такой возможности нет нужно не ошибиться все с одного раза поставить продумать куда и где такой цветочек будет стоять и тяжеловато то есть нужна сноровка и нужен опыт ну в принципе знаете как и в любом деле поэтому будем тренироваться если такого плана у меня получится прямой эфир буду тренироваться и делать дальше то есть смотрите вот получается что с одной стороны у нас тюльпанчики и с другой стороны тюльпанчики кстати эти тюльпанчики они очень классные они на вечер если в прохладное место уносить они закрываются я планировала уже вчера сделать прямой эфир и купила их два дня назад и вот они у меня бедненькие два дня на балконе хуже и они прям ночью закрываются классно то есть нужно будет сказать моей крови чтоб она на ночь уносила в прохладное место во первых так они подольше постоят а во вторых они потом распустятся и будут свеженьким смотрю на форзицию и понимаю что реально нужно немножечко ее привести в порядок убрать вот эти цветочки вот которые уже чуть ладно потом уберу не буду на это время тратить это вообще абсолютно не столь важно сейчас ну все тюльпаны закончились то есть вот такая получается вот такие тюльпанчики в зарослях понятно да как тюльпаны то есть одни повыше одни помни и пониже и третье на самую на сам вот у самого края корзина то есть вот мы поиграли уровням следующий момент у меня еще один есть а этот мы вообще поставим с вами самый-самый будет высокий вот сюда вот отлично класс 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 следующие цветочки у меня будут герберы возьмем герберы герберы тоже по цвету как тюльпаны такие же оранжевые красивые свеженькие герберы будем ставить тоже группами например вот здесь группа гербер вот здесь группа гербер вот здесь и тоже ставить группами и уровнями сейчас как бы поудобнее сейчас я вот так наверно стану чтобы поудобнее было и вам было видно получается вот так это у меня была сломанная гербера и цветочки цветочки где там цветочки желательно прям ставить очень глубоко чтобы они пили воду пытались и также еще вот такой момент оазис нужно поливать каждый день то есть увлажнять из пульверизатора брызгать или у меня есть вот такая штучка вот я и я брызгаю обязательно потому что это питание для цветов и это очень важно если вы хотите чтобы композиция подольше постояла я вообще люблю композиции когда у меня был собственный салон в краснодаре я всегда когда принимала заказы в основном я принимала заказы по телефону я всегда спрашивала вам букет или композицию и и и чаще всего настаивала на композиции почему объясняю потому что композиция если особенно день рождения куда-то идти да вы идете в ресторан сейчас с этим трудно да но вообще все будет хорошо скоро и композиция не нужно вас искать композиция долго стоит вы просто полили ее и все она у вас будет стоять очень очень долго цветочки как правило очень быстро гранат вазе не все но как правило эта композиция отличается от тех композиции если вы захватили на мой сайт профессиональный флористический эта композиция именно как сказать она коммерческая то есть такие композиции ну плюс минус до в разных техниках я работаю эти композиции я делала для своих клиентов когда у меня были два флористических салона в краснодаре это коммерческая флористика то есть коммерческая флористика это совсем другая флористика нежели свадебная это другие линии другие формы другие сочетания цветов и глубину в глубину мы тоже поставим герберы мне уже нравится но ничего то не хватает у меня еще есть мускарики у меня еще есть нарциссы поэтому еще много цветов будем постараться все использовать вообще в европе композиция считается вот композиция из цветов их очень редко дарят в основном дарят букет и просто вот охапку цветов покупают тюльпаны либо розы либо еще что-то знаете почему потому что дорогое удовольствие вот особенно здесь в лугану да где я живу в швейцарии очень дорогое удовольствие такая композиция композицию которую я сейчас делаю она стоила бы 300 франков это как минимум 300 франков то есть не у всех есть возможность подарить поэтому когда я прихожу на какие-либо день рождения я всегда дарю цветы то есть мой подарок все знают кто меня приглашает или лизочку на день рождения то есть все знают что мы придем обязательно с цветами и мне девчонки говорят ой юля как здорово мне так давно не дарили цветы потому что реально очень дорогое удовольствие и вот благодаря моей профессии я осчастливливаю местных мамочек на детские дни рождения например ну как вот как вариант как пример ну все с герберами мы закончили все тоже мы их поставили на разный уровень то есть вы вы поняли да как это работает с этой стороны у нас тюльпаны с этой стороны герберы с этой стороны орхидеи форозиции с этой стороны липа то есть мы не мешаем у нас композиции это называется вегетативный стиль и то есть все прямо и все четко то есть каждый цветочек виден потому что есть еще другой стиль микс там где например можно было из этого набора цветов сделать другую композицию вот так все замешать и это был бы такой хаос и было бы тоже очень красиво она была эта композиция более стильная но на любителя это композиция традиционная для своей сыгры что-то более традиционное предпочитаю потому что у нее красивый классический антикварный интерьер поэтому ей не нужен что-то такое модерновое что-то такое вот для интерьера типа как хай-тек ей нужна обычная классика я думаю что ей понравится следующий следующий набор цветов у меня в принципе наверное последний и потом будем забивать зеленью это нарциссы мускарики и я не знаю что это бузина не бузина какие-то такие мы в парке тоже с лизой нашли белые цветочки вот сейчас мы этим набором буду пользоваться куда бы поставить эти нарциссы давайте немножко переделаем нарциссы мы поставим вот сюда все-таки у композиции все равно несмотря на то что будет как бы лицо у этой композиции да со всех сторон она будет просматриваться но и лицо тоже должно быть и как мы определились еще изначально что лицо будет там где орхидеи поэтому вот с этой стороны мы наверное сделаем с вами нарциссы нарциссы если честно в оазисе не очень хорошо стоят вот это те цветы которые в воде стоят лучше но мы все равно их поставим потому что знаете цветы это это все таки это подарок не про то не про долговечность цветы это подарок для настроения цветы это подарок как внимание поэтому я и говорю что орхидеи мы использовали да с вами это как долговечна то есть она может постоять и у моей своей крови очень долго стоят орхидеи у нее благоприятный климат для этих орхидеи вот поэтому это как подарок получается корзина как подарок у нее есть сад она может ее как-то использовать она тоже у меня еще та креативщица а цветы это не про долговечность цветы это для настроения два дня постоянно ладно и супер даже я так сказала и просто знаете подарить человеку тем более человеку возрасте до любому человеку цветы это очень приятно поэтому даже если наши нарциссики умрут завтра ничего страшного они ее сегодня порадуют вот сюда давайте еще поставим вот сюда нарциссы здесь они тоже хорошо буду смотреться и вот еще один остался да давайте один поставим куда-нибудь вот сюда на высоту вот так отлично все отлично получилось теперь у нас время мускариков вот такие мускарики мы тоже и да будем добавлять группами обязательно подрезаем ножку перед тем как поставить не забываем это обязательное условие ну и добавим между нашими герберами красивое сочетание мне нравится как они будут смотреться с оранжевым немножко ярко броско но это такая у нас композиция сегодня не свадебная поэтому как раз для нашей композиции это сочетание то что нужно так я не вижу время но если горит прямой эфир да то значит еще мы в прямом эфире то есть сколько время у меня есть я не вижу не знаю не знаю так 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 что он завянет потом будет не очень приятно тому человеку которому вы подарите обломанные цветочки видеть ну вот они так немножечко эти мускарики не у меня здесь почему-то все темное я надеюсь что вы видите свет какой-то в общем я говорю что это первый раз потом буду работать со светом совсем я вот например вообще не вижу ничего у меня все такое темное вот и вот эти мускарики сюда прям группой мы ставим ну вот так примерно да вот так видно вам видно вам не любань тебе видно любань тебе видно мускарики мои я вот вообще ничего не вижу у меня такая темень скажи мне я вижу что ты на связи скажи мне тебе видно мускарики или нет и следующее следующие наши цветочки вот эти белые да я не знаю как они называются прошу меня простить я разбираюсь цветах которые срезка которые вот именно для сада я в абсолютно не разбираюсь поэтому не знаю как называется эти цветочки они вот такие еще пока в бутончиках будут распускаться собрали собрали даже мы с лизой их в парке на одном красивом дереве она была усыпана вот этими всеми цветами вообще у нас сейчас в лугану очень много чего растет да если вы смотрели мои stories смотрите мой канал не канал а господи фотографии до которой я опубликовала сейчас столько всего растет в это время год назад я открывала свой канал творческий по флористике и я у нас был карантин код ну как и у всех и мы с лизой ходили на прогулку в поля и я не знаю в поля по лугам бегали собрали очень много колосков цветов вот именно в этот период я сделала столько контента столько контента и сейчас конечно такие красивые композиции у меня получились но я я не скромный человек поэтому вы не простите но если композиция красивая то она красивая правильно тут уже не 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 до скромности в общем столько и красивущих композиций сделала для своего youtube канала и с пионами и не с пионами и с нарциссами и с тюльпанами и все никак не как-то мне это все не опубликовать а сколько красоты я сделала свадебной когда-нибудь когда-нибудь так ну все всегда с цветами мы закончили то есть вот такая композиция теперь у нас осталось очень много дырочек там внутри эти дырочки мы закроем цветочками зеленью простите не цветочками зелью хотя у меня здесь есть еще и камелии белые сейчас посмотрю мне хочется все таки зелень я уже не хочу цветы добавлять потому что цветов у меня есть достаточно поэтому у меня еще декоративные пасхальные элементы поэтому мне бы хотелось просто добавить какой-нибудь зелени здесь у меня есть такие очень красивые я нашла коричневые листики вот здесь вот они они очень хорошо будут сочетаться с цветом моей корзины я их добавляю вот уже погуляли так вот замечательно это скорее всего Павла пришел с Лизочкой и я вижу что он не на связи значит малышка плачет в общем ну я уже заканчиваю поэтому это Лизочка у меня так развлекается будет звонить пока я ей не открою ну вот и то есть вот эти вот дырочки мы закрываем разной разной зеленью я вчера нашла вот такие кустики они очень классные они тоже стремящиеся вверх высокие так сейчас сейчас вы увидите Лизочку мою уже погуляли вообще малышка спит у меня на улице минимум три часа прошло наверное час и они уже пришли час прошел или может быть два часа и Лиза тоже хотела вам сделать мастер-класс она хотела знаете что вам показать она сделала очень много декоративных пасхальных яиц разукрасила здесь в садике дают разные лауретти поделки чтобы они делали дома вот у них сейчас пасхальные каникулы целую неделю ну больше чем неделю в пятницу эти пасхальные каникулы начались и вот с пятницы там до следующего понедельника да и им дали очень много всяких поделок на эти каникулы именно пасхальных и она сделала такие красивые разукрасила и яйца это как и должны быть как рамки для фотографий и здесь традиционно в Европе делается так вот на стол или на стол или как интерьер берутся ветки с алекса у нас они тоже есть распустившись и на эти ветки подвешиваются декоративные яйца и там зайчики ну вся атрибутика пасхальная и вот и Лиза хочет сделать такое дерево и она говорит давай вам тоже сделаем видео и типа вместе сделаем на камеру это дерево так что может быть если получится все я сейчас просмотрю как звука как как свет потому что у меня говорю что все черное ну очень плохой свет у меня здесь и если получится то мы еще с Лизочкой сделаем какие-нибудь пасхальные деревья именно традиционные для Европы так у меня здесь уже сейчас другие кустики пошли вот такие это мы уже другие кустики посрезали так еще у меня были тюльпанчики я еще я еще этими тюльпанчиками хочу вот здесь желтенького добавить и сделать еще этими тюльпанами желтый акцент вот здесь прям самым самым прям вообще сочетание конечно вот это пасхальное синее потом желто-оранжевое очень красивое мне нравится так ну вроде все да ребят так это вроде все теперь начинаем делать декоративные элементы вот сюда на вот эти веточки я купила в магазине вот такие яйца декоративные это яйца как новогодние игрушки они прозрачные в них перепелиные перышки так так сейчас покажу вам смотрите вот такие класс класс и вот мы как-то должны их повесить сюда их здесь у меня 6 штук ну сделать композицию пасхальной более пасхальной сюда сюда надо чтобы они именно висели вот так вот так так и все таки наверно сюда сделаем вот так вот так вот так все вот так вот так и что еще хотела я сделать как гнездышко я хотела сделать как гнездышко вот здесь внизу и туда положить настоящие перепелиные яйца ну вот такого плана потом эти перепелиные яйца желательно конечно зафиксировать клеевым пистолетом но я сейчас не буду это делать потом уже когда выйду обычные перепелиные яйца и вот сюда ну и сюда и вот сюда тоже вот сюда вот так ну все ребят ни на какие вопросы я не отвечаю но я вот вижу что по моему вопросов и не было да никаких я думаю что на этом я буду прощаться сейчас покажу вам композицию какая получилась вот такая сейчас оп я думаю что тот кому мы подарим ее будет довольный еще бы о господи еще бы пирог успеть 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 испечь бы у нас будет пирог значит морковный и там из пластилина вот это как он называется ну вот этот пластилин который который можно есть мастика да мы хотели тоже сделать там буона пасква и какие-то морковки ой не знаю Лизочка за дверью ждет Паула ее не пускает чтобы она не мешала поэтому ребят я заканчиваю спасибо огромное за просмотр если вам понравилось пожалуйста надкликнитесь я сейчас оставлю этот прямой эфир в записи если вам понравилось пожалуйста напишите мне и я буду стараться выкраивать время и делать подобные композиции для вас именно вот в прямом эфире потому что мне так проще без редактирования и также я их буду потом сохранять и помещать на свой творческий канал на YouTube все еще раз показываю и все всех целую обнимаю спасибо большое что вы подключились что вы были со мной очень приятно потому что я думала вообще никто не будет а вот смотрю что кто-то присоединился кто-то присоединился поэтому очень приятно все всех вас люблю до скорой встречи пока 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 не Продолжение следует...